что у нас у нас здесь лучи перламутровая краска фирма andamix plus и техника как мы назвали дамаски шелк то есть что мы делаем мы нанесли материал лучи то есть перламутровую краску и клеенка такая более плотная вот я попробовал укрыл ну которая малярная она не для лучи не годится то есть нужно более плотно положил материал дал какое-то время ему постоять и клеенку снимаю может ближе подвести что получается вот получается такой вариант да и если у нас не устраивает что мы делаем мы взяли тот же ту же клеенку и можем еще раз подойти к нему и поправить рисунок вот дальше что еще тут мы использовали за счет того что ниша шпателем туда не подойдешь поэтому мы взяли кисть кистью мы наносим материал и перед этим если вот видно да уже нишу мы одним одним слоем покрыли вот этим перламутром то есть тонким слоем для чего это сделано чтобы сдать такой водным создать водный барьер на такую пленку если мы создаем пленку то получается материал у нас стенка не забирает влагу и достаточно у нас времени для того чтобы моделировать под клеенкой это то что так пожелание предложение что еще важно отметить ну опять мы его немножко коллеровали этот материал ну коллеровали не красителем а коллеровали уже есть там черный такой перламутр вот им от коллеровали не получился очень интересный эффект но тоже нужно быть очень осторожным чтобы не переборщить я перламутрова краска такая вообще очень такая осторожна с красителями я немножко переборщил первый слой вот его видно он такой темный получился тем более еще ниша получилась у меня и оно получилось такое как серебро даже не может быть как платина поэтому мы был у нас еще материал мы его развели то считаю в три раза я развел еще его получить вот этот цвет значит по количеству да вот можешь миша может ближе показать какое количество я наношу вот такое количество чтобы оставалось достаточно материалы то есть мы немного мужа много он тоже не успевает пленка стенка подбирать влагу и нужно будет несколько раз возвращаться к нему так часто куда-то куберушу тени не создавать так что еще что еще что еще мы попробуем еще этот же трюк провести и на стенах вот у нас темы будут коричневые здесь будет техника но уже вам привычная как мы называли ее дамаск штукатурочка дамасский шелк уже шпателем и будем создавать шелкографию мокрым по мокрому так сказать хотелось еще то есть я положил пленку на фирмамутровую краску взял кусок клеенки чтобы не руками это делать потому что остаются следы взял можно взять ветошь какую-то чтобы мы снимаем и смотрим где нам добавить и убавить здесь видно что можно вот здесь немножко она или как сыровато да там уже хорошо может а вот здесь можно еще клееночку немножко еще добавить здесь вот так смело взяли положили ее то есть не надо там особо там следить за пузырьками понятно что больших пузырей не было но если остаются маленькие пузырьки то это не не есть там какие-то криминалы теперь смотрите вот эту пленку которая взял ее можно использовать многократно то есть я попробовал большим полотном она не я не успеваю она успевала засыхать прихватываться корочка поэтому берут две клеенки таких небольших и поэтапно под углом делаю на нашу модель на массу вернее на нашу перламутр и сразу его накрываю пленка и моделирую делаю одну часть потом под подхожу под нее второй клеенкой на нашу тоже моделирую и подхожу по третью и уже первую снимаю так получается таким пошаговая ну тоже нужно отменить что нужно хорошую выготовку подшелка красную это такая краска с которой она не прощает таких нигде чтобы не было ни царапинок ни песчинок то есть перед этим мы прошли шпателем во-первых загрунтовали поверхность водоэмульсионной краской фасадной сначала загрунтовали эмульсией потом фасадную краску нанесли и потом нанесли еще раз тонкий слой перламутровой краски она высохла и только потом мы начали моделировать носить краску и моделировать вот такая многоходовка но я думаю результат того стоит чтобы сделать такую красоту неописуемую как я говорю шедевры декоративного зодчества я уже показывал вам когда мы лучи то есть аналого тачебно делали ниши и делали ниши клеенкой теперь остается нам довести это шедевр декоративного зодчества до логического завершения вот если мы его сняли тогда к пленку и дали ему высохнуть вот она такая колюченькая что мы делаем берем шпаталек ой-ка соски мелкие и проходим уплотняем полируем наверное надо назвать это как полировка доски достаточно высох не в том что там серьезные такие титанические усилия усилием кое-какие приклады материал получается уплотняется вот покажем здесь может быть видно может чуть ниже углом мы его у нас будет там еще один маневр таким же образом делали колонны то есть тот же клеенкой кто-то мне спрашивал какая толщина я уже спрятал клеенку но мы ее нашли вот мебель упаковывают не совсем подходит которая наша малярная защитная пленка ну вот какая она шуршит но она не то что толстая но и не тонкая что это у нас это лучи так фирма андоникс плюс выпускают материал это аналог это чем-то что там вельветтекса вельветтона какая здесь у нас была задача здесь идет у нас тут были внутренние полуколонны и здесь идет тоже внутренний радиус тоже непросто это было ну и сейчас я сделал маленький патылёк по ванновски значит костик нанес ну может показать как он и что он делает с той стороны хватит с провода да, выплат в руку можете от провода то есть он материал нанес что мы делаем мы прогрутовали стенку да модельной массой не модельной массой а фасадной краской загрутовали что дали выпак мы теперь наносим костик наносим материал пластиковым шпателем и тут же его моделируют наподобие византийской штукатурки а я уже за ним иду и продаю шокографию там должна передаваться как он передаётся видно шокография плохо он может ближе предстоит приподнимать как мосбоку попробую мосбоку она будет видна лучше вот куда я его прохожу видно что верхушки приподнимаются за счет чего получаются кранцы крыломутровые и вот эти частички когда мы их под определенным углом ложим они делают глянцевую поверхность по полуколонии мы думали как мы ее будем делать вот мы нашли ключик вот такая получается восьмерочке нарисуем и получаем вот такую интересную сюда переходи ко мне вот получается несколько плоскостей внешне внутренне обратно внешне прямым просто таким движением мы сможем даже с этим восьмерочками где-то мы пролетаем вот когда он на полуподсыхание да тогда и создается вот эта игра светотени рефлексов зликов когда я уже повторюсь да на верхушках он мотуется да или глянцуется это говорит там полируется а вот так формулировка не столь мне кажется бы нормальный результат такой получает ну что по времени ну по времени тоже смотрите там просто возвращайтесь к нему и раз прошли вот как я здесь вот привожу да тут мы проходили вроде тут вверх уже подходит а вниз еще живой значит я еще раз его отмоделировал и пошел дальше потом еще раз к нему вернусь когда оно будет готово для полировки да что получается под шпатами под первым вот там свет не очень хороший вот свет конечно так кто у нас что у нас что что у нас значит есть я не успеваю вот получается он где сырой то он начинается ну как просто моделируется там где он уже подсох вот он и начинает играть вот это впереди он по-другому шпатель на нем даже слышно да по шпателям шуршит по-другому друг так что здесь у нас тоже тот же фокус лучи аналог это чем-то мы его положили кисточкой на колонну пленочку приложили да пленкой там отмоделировали сразу же пленку сняли мы не ждали пока она там высохнет под пленкой а сразу снимали и получился у нас такой вот оригинальный можно напротив света им показать как она ближе будет видно ну чтоб фактурку им показать какая она получается вот такая фактурка вот на ощупь сейчас она конечно колюченькая не очень вот что мы делаем вот мы берем вот таким образом я не знаю как она но назвать это мы полируем уплотняем снимаем так да и покрутить сюда и туда на мониторе будет лучше то есть фактура не меняется фактура остается такая же только ну убирается вот это вот ощущение наждачной бумаги ну как мы можем так ощущение да а так она получается чувствуется такая приятная но на прикосновениях и ниши вот покажем ниши уже ниши готовы а на свет там николаша будет а ну покажи вот так им хватит им сейчас я покажу поближе не включает да поверьте нам очень 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 тоже здесь опять таки я прошелся вот таким макаром и все ниши превратились в очень шикарную вот такая получилась шагрень можно так назвать апельсиновая корка что мы сделаем мы делаем мы делаем багеты багеты декорируем под серебро значит что у нас здесь у нас есть материал композит у композита есть такая штука как ну декоративная перламутровая краска черный жемчуг называется а здесь должно быть видно черно-прилына ну черный жемчик то есть мы взяли наш лучший перламутровую краску и подмешали сюда черный жемчик то есть это уже такой колерованный перламутр только черный перламутр вот что мы взяли нанесли кисточкой взяли клееночку такая плотненькая клееночка шуршащая вот и да ладно еще с этого положу все значит в чем идея здесь получается во-первых свет и как его там не красить ну опять можно было конечно компрессором там все это выклеивать под натяжной потолок в общем тут было бы и с чем заниматься решили что проще его декорировать поэтому пошли такую на такую авантюру взяли клееночку вот вот какая она из себя клеенка вот мы ее пузырики там более-менее выровняли убрали все и теперь что да 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 мы с пузыриком а теперь вот мы ее снимаем вот видите получается у нас такая фактурка небольшая вот вот если у нас вот здесь фактурки там недостаточно все начну клееночку или кость дай мне кисочку еще чуть-чуть кисочки здесь есть места где много его когда мы этот материал переносим а вот и не нужно кость я с одного не я с одного места перенесу да в другое ну что опять такие кисточки где-то мы нам несли вот как здесь много не страшно главное что у нас на потолок мы не выскочили ну по этим местам мы можем пройтись и чуть позднее главное вот эти места которые нам подсохли как раз у нас сейчас живой свет это можем вечер мы можем как раз увидеть как оно будет вживую так ну что наверное все скажу да что с вами был Олег Антонов и его компания были бы пока